236 аварий и инцидентов произошли в Чувашии во время отопительного сезона. Такие данные озвучил сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов. По его словам, таких происшествий стало в два раза меньше. Снижение количества аварий Павел Данилов связывает с плановыми ремонтными работами, которые организации ЖКХ провели до начала отопительного сезона. Но при этом обращений стало больше. 19 тысяч против 9 за аналогичный период прошлого года. Совершенствуется система приема сообщений от жителей республики. По данным госжилинспекции, 650 обращений поступило на холодные трубы в квартирах. Почти половина из них, по данным Центра управления регионом, из Канаша. Жители этого города жаловались, что в их квартирах холодно и температура не доходит даже до нормативных плюс 18. В начале года людей стало беспокоить начисленная высокая плата за отопление. Наибольшее количество, конечно, они поступили уже в 2022 году. Только по данной тематике за первые три месяца поступило 170 обращений. Были приведены контрольные мероприятия в отношении основных ресурсно-обжающих организаций. Проверочные мероприятия проводились также и в отношении управляющих организаций. Основной упор делался на работе по контролю за параметрами теплоносителя на вводе в дом. Был сделан первый расчет населению на сумму чуть более 1 миллиона 900 тысяч рублей. Отопительный сезон в республике еще продолжается. Но он завершится, когда среднесуточная температура будет не ниже плюс 8 в течение пяти дней. Сразу после этого необходимо провести масштабные работы по ремонту труб и сетей, провести промывку и опрессовку централизованной системы отопления в 4000 домах. Завершить необходимо до 15 сентября, чтобы получить паспорта готовности на отопительный сезон 22-23 годов.